На встрече с начальником учреждения Биттугуловым я спросила, что будет со здоровьем Марата Жаламбаева, ведь он находится в исправительном учреждении, которое раньше было туберкулезным. Сюда привозили людей с заболеваниями. Он нам объяснил, что угрозы никакой нет, что два года назад этот режимный объект стал общего направления и что полгода проходил очистку эпидемиологическую. Что не будет угрожать, что не сотрудники сами не болеют и что не болеют заключенные. Но беспокойство остается, потому что вообще Степногорск сам очень регион сложный. Экологическая обстановка здесь у нас, радиация повышенная. Поэтому давайте вытаскивать Марата Жаламбаева. Ну правда, мы можем освещаться героями прошлых веков, даже прошлого века, которые в Великой Отечественной войне были. Но сейчас историю творим мы, и сейчас сидит исторически важная личность. Только хочу просить вас приезжать сюда, не давать успокоиться ни начальству, ни руководству, ни членам ОНК, чтобы все знали, что о Марате помнят, беспокоятся о его здоровье и требуют освобождения. Надо исполнять резолюцию Европарламента. Там есть такое требование освободить незамедлительно Марата Жаламбаева. А в моей смерти будет виноват в первую очередь такая, это приказ такая, посадить меня. Дальше КНБ, дальше МВД, Генеральная прокуратура.